Лаилу нишмас Григорий бен Михаэль. Пэрэ гиммэл, мишны ют гиммэл. Йо им тои в харишоин, Йо им тои в харишоин шэль хаг, шэхал ли ёс бешабэс. Йо им тои в харишоин шэль хаг, шэхал ли ёс бешабэс. То есть первый день праздника, который пришёлся на шабэс. Коль гаам мой лихэн эс лулвэгэн лэвэйса кнэсэс. Все, весь народ, да, то есть несут лулавэ в бэйткнэсэс. Ла мохраасэ машкэмэн увэйн. Коль эхот вэхот, макир эс шэлой вэной тлой мипнэй шэомру хахомим. На следующий день приходят параньше. Машкэмэн увэйн. Машкэм лашкэм приходят параньше. Каждый, макир эс шэлой, каждый отыскивает свой лулав и берёт, нотлой, да, нотлой, да, то есть берёт литоль лулав и выполняет заповедь. Мипнэйшэ омру хахомим. Потому что мудрецы сказали так. Эйн одом ёйце едэй хоевосэ бэйм тэйваришэн шэрхак бэлулавэ шэрхавэйруй. Потому что в первый день нужно своим лулавам потрясти, а не чужим. Ушарь емой сэхак, а все остальные и дни праздника. Одом ёйце едэй хоевосэ бэлулав шэрхавэйруй человек может трясти лулавам своего друга. То есть даже не обязательно просить у него, чтобы тот ему дал альминат лахзир, да, при условии, что тот вернёт ему. Да. То есть, что тут происходит в Шабэс? Так, Бартанур у нас на предыдущей странице в конце. Вот ютгимэл. Опа. Я им тэвришэй. То есть, мы только что сказали, только что сказали, что в первый день выполняли заповедь лулава в Бэтмикдаше. А во все... Мы сказали, что Бэтмикдаше выполняли семь дней, а за пределами Бэтмикдаше только один день. А когда разрушили Бэтмикдаш, то Рабан Йохан бен Закай постановил, чтобы всю неделю везде брали лулав. И теперь, если юм, то в Ришин приходится на Шаббат. Я секунду. Где это? Дальше сказано, где митцва слулав дойхайса шаббис. Дальше будем учить, что митцва слулав дойхайса шаббис. То есть, она отодвигает Шаббат. То есть, если нужно выполнить митцва слулав, и для этого нужно нарушить Шаббат, то есть, выполняем митцва слулав. То есть, по-простому. что происходило? Значит, поскольку поскольку только в йом решен как сказать вот заповедь лулава только в первый день она отодвигает Шаббат. В остальные дни нет. Теперь. Поэтому перед Шаббатом они приносили лулавы в в это самое в в Бэткнесет. Что же там получается? Лулав в Бэткнесет принесли. Вопрос такой, да? То есть, читаем Бартануру, и Бартануру нам непонятен. То есть, только что мы сказали, что лулав заповедь выполнения отодвигает Шаббат. То есть, если нужно выполнить эту заповедь, то выполняем. А Бартануру поясняет нам, что означают слова Мишны, что до Шаббата мы приносим лулав в Бэткнесет. А что до Шаббата приносим? И тут есть Нонбейс, Нонбейс Икар Той Сусемтеф. Икар Той Сусемтеф. Он поясняет нам. Поясняет так. Нетилосой, Нетилосой, Билват Дуйха это Шаббат. То есть, взять лулав и выполнить заповедь вот это в Шаббат. Необходимо сделать даже в Шаббат. Потому что, так сказано, и если приходится на Шаббат, мы берем лулав и трясем и им да, Клоймар, то есть, продолжает Икар Той Сусемтеф. Клоймар, АВАЛЛОЛЫ ИНЯНГОЙЦОЕ. А, переносить нельзя. Нельзя. Нельзя переносить. Так поэтому, поскольку нужно выполнить заповедь лулав в первый день, и если он пришелся на Шаббат, то, чтобы выполнить заповедь лулав, я должен до Шаббата отнести в Бейт-Кнессет лулав, потому что я там выполняю и я беру в Шаббат, даже в Шаббат трясу лулавом, но переносить его нельзя, поэтому, чтобы я смог заповедь выполнить, я переношу до Шаббата, приношу его в Бейт-Кнессет. Это то, что нам поясняет, то есть, нам теперь понятно, что Бартанура хотел сказать. Ну, пока достаточно. Да, это тогда. Сегодня мы, если приходят на Шаббат, мы сегодня, мы сегодня не трясем лулавом. Окей. Теперь, потому что в первый день эйн одом йоице, йоице, как у нас сказано в Мишне, сейчас, эйн одом йоцидей, хоевосой, бьем, то его ришуэн шельхак, бь, лулавой шельхавейруй. Да, то есть, он не должен своим лулавом выполнить заповедь, а не лулавом другого человека. И вот Бартанура нам поясняет. Дехсив, потому что написано улыкахтым лахем и возьмите себе, бьем ришуэн, в первый день. Лахем, ле, лахем, миши лахем. То есть, как бы, да, что значит, возьмите себе, а кому еще можно взять? Так что значит эти слова Торы? Возьмите себе, то есть, от себя. Миши лахем. То есть, в первый день, про первый день, как сказано, что возьмите себе, то есть, от себя, то есть, своим лулавом должны выполнить заповедь. Бьем, не сон, бьем, бьем, не сон, бьем, бьем, не сон, ло, и хавейру, и бьематону. А если хавейр подарил ему, дал ему бьематона, афину альменат лах, зерда же, с условием, что-то вернет. Вот это для меня тоже всегда было так, ну, всегда было непонятно. Что это за подарок, который нужно вернуть? Да, подарок. То есть, тебе подарили, ты этим пользуешься, да, ты потом вернешь, но ты же пользовался. То есть, подарок. Вот. То есть, в им, не сон, афину альменат лах, зерда, а если ему друг, ну, другой дал в подарок, что, при условии, что даже вернуть, кен, шмаматону, это тоже называется, вот она, умитолый, в иойцебой, в ахарках махзирой, он берет, трясет, и возвращает, что мы делаем, кстати, в первый день, мы так это делаем, махзирой, махзирой, в им, лоих зирой, иглаем милте, лимафрея, дегозы, дегозу, лихойок, а если он ему не вернул, вот тогда, лимафрея, что такое лимафрея, наверное, знаешь, лимафрея, это как постфактум, да, то есть, тогда, постфактум, лимафрея, вот этот термин такой, да, то есть, он тоже важный, лимафрея выясняется, иглой милте лимафрея, то есть, открывается перед нами постфактум, что этот лулаф изначально был украден, ну, украден, отобран, украден, кенды гозы, лихая бьёдой, ми икорой, изначально ми икорой, вилой, йо цедэ хавоте, и он не выполнил лав, то есть, как так, повторюсь, повторюсь, то есть, значит, в первый день, если у меня нет лулафа, я могу попросить, и мне тот, кто даст этот лулаф, он скажет, я тебе даю в подарок, при условии, что ты мне вернёшь, и я потряс и вернул ему, всё окей, а если я потряс и не вернул, так получается, лимафрея, гозуль, то есть, получается, лимафрея постфактума, открывается, что изначально, он, как бы украден мой, мною, и я не выполнил заповедь. Хас вахалила.